Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и в этом видео мы будем вместе с вами рассматривать новые кисти для макияжа от компании Ariflame. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки в сториз прямо со съемок. В 12 каталоге компания Ariflame представила нам новинку, новые кисти для макияжа. Все кисти состоят из трех частей. Это бамбуковая палочка, ручка, алюминиевая составляющая, крепление между ручкой и ворсом. И нейлоновый ворс. И в этом видео мы с вами рассмотрим все кисти, поговорим о том, как определять их качество и поговорим, для чего они нужны. Расскажу вам то, что я знаю о кистях. Обращаю ваше внимание, что каждая кисть имеет индивидуальную упаковку. Сейчас я вместе с вами ее буду вскрывать. Эта упаковка вскрывается только ножницами. То есть до вас эту кисть никто не будет доставать и никто не будет ею пользоваться. Поэтому для того, чтобы достать кисть, нам нужно разрезать упаковку. То есть вы заказываете кисть у компании Ariflame и она приходит именно ваша. Как проверить кисть на качество? Проверяются три параметра. Во-первых, проверяется жесткость ворса. То есть вам нужно попробовать кисть, которая вам пришла, насколько она мягкая. Она должна быть средней мягкости. То есть если кисть будет жесткая, она не будет растушевывать, наносить пудру, либо тональное средство, а будет именно размазывать все это по лицу и даже в каких-то случаях царапать кожу. Так делаются некачественные кисти. Если будет слишком мягкая, то она будет развозить все это по лицу и тоже не доставит вам удовольствия. То есть ворс должен быть средней жесткости. Второе, на что вы должны проверить кисть, это насколько она линяет или не линяет. Возьмите и где-то вот раз 20 проведите вот таким образом по кисти. И посмотрите, не выпадают ли из нее волоски. То есть если волоски не выпадают, значит крепление очень хорошее и кисть у вас качественная. Ну вот вы видите, я при вас проверяю. Я взяла вот первую кисть, которая у меня есть. И вот вы видите, то есть ни одного волоска из нее не выпало. И третье, на что проверяется кисть, это крепление между палочкой и между алюминиевой вот этой составляющей. То есть возьмите и покачайте, не выпадет ли сама кисточка из палочки при использовании. Вот вы видите, я качаю и даже никакого люфта нету. То есть ничего не качается. Я могу сказать, что новые кисти компании Reflame, они качественные. Я не буду проверять каждую, чтобы не затягивать наше видео. Вы можете таким образом проверить все кисти, которые придут вам в вашем заказе. Давайте рассматривать. У меня нет вот этой первой кисти для подводки. Но это такая кисточка аккуратистка. Она подчеркивает контур глаза и используется в качестве подводки. Честно скажу, мне самой интересно было посмотреть вот на такую скошенную кисточку. Но у меня ее для обзора сегодня нет. А все остальные кисти я вам покажу. Следующая кисть это кисть для растушевки теней. Она создает такую дымку на глазах и тушует все переходы. Вот все новые кисти компании Reflame, они нейлоновые. И бытует такое мнение, что лучше кисти беличи, натурального ворса покупать. Но в нейлоновых кистях есть свои преимущества. Они дольше служат, они не впитывают в себя краску. Они очень хорошо моются и они очень хорошо в носке. Поэтому вы выбирайте кисти, которые нужны вам. Но я уже довольно длительное время пользуюсь нейлоновыми кистями и они мне нравятся. Следующая кисть, вот мы отрезали, это кисть для консилера. Она более жесткая, она такая прям очень плотненькая, плоская, как вы видите. Но она тоже не будет царапать. И эта кисточка, она объявит войну вашим прыщикам, синячкам. Потому что эта кисточка, она именно для консилера. Конечно, иногда для консилера мы используем пальчики. Это более дешевый и бюджетный способ замазать какие-то неровности на лице во время макияжа. Но вот с помощью такой кисточки вам это будет делать удобнее. Следующая кисть, это 29593. Это скошенная кисть для бровей. Смотрите, какая маленькая, тоже достаточно тугая, но в то же время не жесткая. И тоже плоская. Этой кистью вы можете придавать форму своим бровям, именно используя тени в качестве подводки для бровей. А также с помощью этой кисточки вы можете прорисовывать экстра выразительные стрелки. Если у вас есть такие темные тени, ну, либо того оттенка, который вам нужен, то вы с помощью этой кисточки можете нарисовать себе очень интересные стрелочки. Следующая кисточка 29592. Это даже не кисточка, а расчетка-щеточка для бровей и ресниц. Эта кисточка будет очень хорошо расчесывать ваши брови и разделять ваши реснички, если вы хотите, чтобы они были прямо вот разложены по одной во время вашего макияжа. Это веерная кисть для пудры 29596. Это кисть-помощница, которая вот лично мне, она очень помогает убирать осыпавшиеся тени при макияже глаз. То есть, если они осыпаются на нижнее веко, то этой кисточкой очень легко они смахиваются, и на коже лица не остается никаких следов. Вы видите, что эта кисть в дополнительной упаковке, но она очень тоненькая. Я не буду снимать упаковку, вы и сами видите, насколько эта кисточка вот нежная-нежная. Именно вот можно использовать для пудры, но вот я знаю, чаще всего они используются именно вот для смахивания осыпавшихся теней. Следующая кисть для помады 29599. 10 сантиметров она с надетым колпачком и 18 сантиметров полная кисточка. Ее тоже можно использовать как кисточку-консилер, и, конечно же, она будет экономить вашу помаду. Вы видите, она специально одевается вот в такой колпачок, чтобы вы могли ее носить с собой в сумочке, и она не пачкала вашу сумку и вашу косметичку. Следующая кисточка 29595. Это двусторонняя кисть для теней. С одной стороны вы видите вот такую мягкую кисточку с коротким ворсом. Она очень хорошо подходит для нанесения теней на подвижное веко, для нанесения однотонных теней, для выделения уголков глаз. А с другой стороны вы видите аппликатор, и к этой кисточке прилагается также сменный аппликатор. Для нанесения теней я чаще всего пользуюсь именно такой кисточкой, и для меня она самая удобная. 29655 это кисть для пудры. Это тоже одна из моих самых любимых кистей. Вот эту кисть я точно обновлю, потому что я уже очень давно пользуюсь другой кистью компании Reflame для пудры, и вот мне очень хочется новую. Не смотрите на то, что она такая большая, она великолепно наносит и рассыпчатую пудру, и также можно наносить этой кистью и компактную пудру тоже. Очень хорошо растушевывается по лицу, и прекрасный вот эффект. Мне нравится, пудра ложится очень тонкой такой дымкой. 29594 скошенная кисть для румян. Она приходит смотреть еще в одной дополнительной упаковке. Я уж не знаю почему, если вы знаете, напишите пожалуйста в комментариях. Но это именно та кисть, которая подчеркивает скулы, выделяет их. А если у вас скулы уже и так есть, то эта кисть поможет вам создать небольшой румянец на лице. В общем, вы можете использовать ее по своему усмотрению. Для контурирования загарной пудры очень хорошо подходит эта кисть. Она очень-очень удобная. И кисть для тональной основы. Если вы любите пользоваться тональными основами, то эта кисть, она обязана быть в вашем арсенале красоты. Она достаточно жесткая по сравнению с кистями для пудры, для румян, для рассыпчатых теней. То есть, эта кисть именно для жидкого средства. И эта кисть очень хорошо распределяет тональное средство по лицу. То есть, вы можете нанести мазками тональную основу на лицо. Вы можете, ну, именно растушевать этой кистью по лицу и закончить макияж уже спонжем. На ваше усмотрение. Хотя, на мой взгляд, даже одна эта кисть без спонжа тоже прекрасно справится с макияжем. И вот такой вот силиконовый, очень нежного персикового оттенка продукт предлагает нам компания Reflame для чистки кистей. Конечно же, кисти рекомендуется очищать очень регулярно. То есть, один-два раза в неделю. И хочется, чтобы это очищение, оно было удобным и приятным. Особенно, если это кисти для тональных основ, для консилеров, то их нужно очищать гораздо даже чаще, чем кисти для рассыпчатых продуктов. И вот смотрите, какая штучка. То есть, можно ее как-то одеть. И смотрите, как очищается. Мочите кисть, потом выдавливаете какой-то кель для душа или очищающее средство для лица. И просто трете этой кистью вот эту вот силиконовую подушечку. И потом также трете, но под водой. Инструкция к силиконовой подушечке прилагается. Обзаводитесь своим арсеналом красоты и будьте великолепны каждый день. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Reflame вместе со мной. А если вы хотите получать первыми оповещения о новых видео, то нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Пока-пока!